Всем привет, друзья! Когда я был очень маленьким, когда еще у крестного была Audi 90, я, можно сказать, впервые познакомился с иномарками и прокатился на чем-то кроме Жигулей или Нивы. И с тех пор мне очень стала симпатизировать именно эта марка. И вот уже школьные годы, и я снова впервые увидел новую модель от Audi. Это была RS5 синего цвета, с охренительным звуком на охрененных колесах. И на тот момент эта тачка стала для меня мечтой. Так что встречайте, мечта школьных лет Audi RS5. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И сегодняшний обзор состоялся благодаря моим друзьям Артему и Женьку, которые подсказали меня владельцу в качестве фотографа. Ну а в дальнейшем мы уже договорились насчет того, чтобы поснимать эту Audi. Ну что ж, Audi RS5 2012 год, Doris, первая модификация 8T кузов. Обратите внимание на цвет. Синий RS цвет. Он идет в основном только на RS, и он охеренно просто смотрится на них. Называется он Sepon Blue. Просто невероятный цвет. Ну вот сами все видите. Итак, поговорим про колеса. Здесь вообще в стоке стоят роторы 20-е. Я вам сейчас картиночку здесь ставлю для наглядности. Вот это конкретно модель от RS6 и RS7 последних лет. Тоже черно-серые. Сочетание вообще класс. Бомба, пушка. Все, выглядит. И внешне освежают автомобиль. Также посмотрите, какие здоровые просто тормозилки здесь. Суппорта. На 8 поршней. Во! Вот такие вот. И диск тормозной, соответственно, тоже. Для того, чтобы хорошо осаживать эту машину. Потому что она достаточно тяжелая. 1800 весит. Вот. И раз уж мы здесь, перейдем к передней части. Здесь агрессивная такая морда. Вот эти вот RS бампера, воздуховоды. Там дальше стоят радиаторы. А за радиаторами уже идет воздуховод, который охлаждает как раз-таки эти тормоза, чтобы не перегревались. И раз уж мы перешли к мордахе. Это Doris. Как я уже сказал. Нормально так гелик ушел. Да. Продолжаем. Так как это Doris, соответственно, здесь стоят Doris'овые фары. Монолитная здоровая решетка радиатора. Такая сделана сотами. Это как раз-таки тоже одна из отличительных особенностей RS моделей. Но, если честно, все-таки мне больше нравится REST уже. Потому что там идут уже другие фонари. Вернее, другие фары. С изгибами там, с типа неоном. Вот сейчас вам картиночку покажу для наглядности. И также всю эту картину дополняет шильдик RS5. Ну и раз мы уже здесь у мордахи, так сказать, стоим, давайте, наверное, расскажу про мотор. И вот про что я разговаривал в предыдущем обзоре. То, что здесь нет кочерги. Пожалуйста, поднял капот. Все, он стоит. Ничего тут не надо никуда тыкать. Кайф. Вот он. CFSA мотор. И по одной из версий. Это V10. От которого отрезали просто два цилиндра. И вот поставили его в RS5. Это получается Ген-2 мотор. 4,2 литра. На 450 сил. 430 момента. Который крутится в 8200. Весь алюминиевый. Поэтому, наверное, и так хорошо крутится. Но также теплонагруженный. Так что за охлаждением надо следить. Мне говорит владелец, надо часто мыть радиаторы, чтобы он как раз таки хорошо охлаждался. Потому что это одна из его проблем. Так же он очень требовательный к маслу. Надо часто менять. И лить очень хорошее масло. Не экономить на этом. Потому что этот мотор любит задираться. Если верить интернету, то все это дело едет 4,6 до 100. Вы скажете, много, да? Ну, да, я с вами соглашусь. Но что есть, то есть. Конкретно в этом моторе 470 сил расчетных, со слов владельца. Потому что здесь убраны каты. И здесь стоит прошивка, стейдж первый. Но это не турбомотор, это атмосфера. Поэтому как раз таки стейдж не очень много и дает прихода. Но я думаю, все равно едет она достаточно бодро. Дальше здесь от мотора все это передается на коробку Aestronic. Как DSG, только более мощный, усиленный, больше момента держит. В принципе, так же два мокрых сцепления здесь. Все это дальше идет на систему Quattro. Фирменную Audi. Которая переспределяет уже как раз таки момент. Которая может кинуть до 85% момента назад. Вообще, если никуда не валить и все, ты спокойно едешь, в спокойном режиме, то передает она где-то 60 на 40. 40 наперед и 60 назад. Также здесь опционально может стоять задний активный дифф. Что это дает? Это дает то, что когда ты, например, вкручиваешься в поворот, этот активный дифф у тебя передает больше мощности на то колесо, которое имеет большее сцепление с дорогой. Соответственно, если ты входишь в поворот, она тебя как будто бы ввинчивает в этот поворот. Короче, улучшает управление. Ну а теперь давайте перейдем к задней части этого автомобиля. Итак, помимо того, что здесь шильдик RS5, также RS5 можно отличить сзади по вот этим огромным насадкам на выхлоп в виде овала. И также здесь спортивный бампер с вот этим вот диффузором получается и вот этой вот окантовкой серой. Потому что в RS5 идет серый спереди кант, серые как раз-таки боковые зеркала и серые вот такие вот элементы. Также здесь достаточно широкая жопа, широкие у нее арки, которые переходят в спортивный бампер. Здесь также дальше идет такой как небольшой дактейл, который выштампован в крышке багажника. И как раз-таки в самой еще крышке багажника идет адаптивный спойлер, который можно открыть как с кнопки, так же он сам открывается на 125 км в час. И раз уж мы у задней части здесь стоим, то предлагаю ее завести и насладиться вот этим вот породистым атмосферным звуком V8. Ну скажите, не кайф ли? Здесь сильно ее крутить не будем. Попозже я вам еще, конечно, покажу, как она на всех верхах звучит. Это просто песня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, теперь поговорим про салон. Как вы можете заметить, желтые сидухи. Здесь эксклюзив цвет, салон вообще ауди эксклюзив. Я про этот салон вообще никаких информаций не видел в интернете. Даже вчера пытался загуглить, такой же цвет найти я не нашел. Потому что обычно черные, белые салоны, красные салоны, да, может даже оранжевые в некоторых машинах. Но это даже не оранжевые, это желтый конкретно цвет. Но он на самом деле как-то вроде эксклюзивно, прикольно, но какой-то он спорный. Короче, он какой-то грязный, желтый такой. Вот. Ну, в целом, кайф. Ковшеобразные сиденья, такие прям, ты прям в них сел, зафиксировался. Атаманка здесь выезжает. И вообще, в целом, посадка удобная. Спортивный трехспицевый руль. Очень такая классная, у него приятная анатомия. Здесь вот алькантара идет. Здесь перфорированная кожа, шильдик RS5, чтобы ты не забывал, в какой машине находишься. Короче, кайф. По посадке, по рулю, прям, мне очень нравится. Также здесь лепестки. Вот, можно так же... Очень внимательно, очень важно. Информация. Да, кыська. Она уже здесь час бегает по парковке, как мы снимаем машину. И вернемся к машине. Все-таки мы ее сегодня снимаем. Так, все, от души. Мне очень нравится здесь приборка. Белая подсветка, красные стрелки. Разграниченный до 9000 оборотов тахометр. Спидометр до 320. И, кстати, в стоке эта машина едет 250. Ограничено этой электроникой. Также электроникой можно это ограничение убрать. Вообще, вот тут вот на все это наблюдать очень приятно. Шильдик RS5. И очень, на мой взгляд, нарядная приборка. Также здесь у тебя под левой рукой крутилки света, управления света. И, в принципе, все. Здесь больше никаких ни кнопок, ни крутилок, ничего нет. По правой стороне у нас дальше система мультимедиа. Есть уже здесь навигатор. И достаточно быстро она откликается. Я думаю, система прошита. И поэтому все это быстро так реагирует на нажатие. Ничего не тупит и не бесит. На центральной консоли здесь идет карбон. Классно, стильно это все смотрится. Ну, а дальше здесь элементы управления всей этой мультимедиа. Здесь есть очень классная крутилочка. Мне она очень нравится. Как она крутится. Вот эти тактильные ощущения. Ручка КПП. Приятная такая. Небольшой рычажок. Прям спортивный. Вот так ты взял, передвинул его и полетел. Шильдик RS5. Здесь кожа, здесь алькантара, алюминий. Класс вообще. Я думаю, про задний ряд особого смысла не имеет рассказывать. Потому что, мне кажется, я даже туда не помещусь. Здесь просто откидывается вот эта спинка в ковшах. И человека туда можно посадить. Я думаю, на небольшие расстояния куда-нибудь с точки А в точку Б доехать пойдем. В общем, у нас немножко все это затянулось. И, естественно, уже солнце село и темно. И только сейчас выдалась возможность прокатиться именно в руле. Так что здесь очень классная красная подсветка. Сейчас я вам выключу свет, чтобы вы насладились салоном, так сказать. Вот на минимум. Короче, звук просто бомбезный. Ну, мы, естественно, в спорте едем. В индивидуале. Как она называется в аудио. Ладно, давай закроем. Также здесь... Не знаю, сейчас в лепестках есть. Как она переключилась, ё-моё. Это просто что-то. Ай, песня. Просто песня. Просто песня. Как она вот эти вот на переключениях вот эти звуки делает. Я не могу просто. Ну, сами послушайте. И держит, держит, держит передачу в лепестках. Просто кайф. Нет слов, одни эмоции. Непередаваемые ощущения, на самом деле. Тут стоит рейка управляемая. Получается адаптивная, электрическая. Она от скорости, получается, меняет усилие на руле. То есть у тебя на месте один руль легкий. Вот. На скорости у тебя руль прям такой плотный. И она очень круто рулится. Просто она очень кайфово стоит на дороге. И очень классно слушается руля. Вот. В принципе, руль очень удобный. Я как уже говорил. И очень приятно за него держаться. Обзорность тоже присутствует. Ну, как бы стойка вот она есть. Но она не так мешает, как вот, например, меня напрягает в поло том же. Вот. Он же вак. Тоже как-то стойка у него идет. Но у него стойка намного больше. Она как-то ближе. Здесь все-таки места побольше. Ты сидишь поуютнее, посвободнее. Кайф. Просто кайф. Я даже еще не знаю, про что тут рассказать. Уже, в принципе, про все рассказал. Про свои ощущения расскажи. Про ощущения? Ну, вот вы, блин, сами видите мои эмоции. Непередаваемо. Непередаваемо. Ну, что ж. Мы сегодня провели весь день с этим замечательным автомобилем Audi RS5. И давайте теперь поговорим о расходах. В процессе съемок я, конечно же, пообщался с владельцем. И выяснил, что владеть такой машиной не очень-то и дешево. А сейчас вот он будет делать скоро ТО на ней. Просто там обслужить, поменять масло, фильтра, колодки там и все остальное. Масло сюда надо очень хорошее, потому что я уже рассказывал про задиры. 10 литров. 10 литров масла сюда в этот мотор нужно. Также фильтра, колодки, все это оригинально, естественно, стоит хороших денег. Ну, а как вы хотели владеть такой спортивной тачкой? Теперь поговорим про расход. Вот, естественно, он зависит от того, насколько ты нажимаешь на педаль. Но все-таки просто кататься вечерком по городу, это 2098 или 100 бензина. Просто вот так, на вечерок. Но я думаю, что ты платишь за эмоции, за ощущения, которые тебе эта тачка дарит. За звук, за скорость, за ускорение. Ну, вот вы сами все понимаете. Так что я сегодня кайфанул от этой съемки. И я очень рад, что живем в такое время, что есть такая возможность прокатиться на машине мечты детства, можно так сказать. Так что желаю, чтобы у вас тоже мечты сбывались, как и у меня сегодня. Всего вам доброго. И до скорых встреч в новых выпусках.